Что повергает человека в тестировщике? Это были обычные выходные, когда весь город занимался своими делами, погрязший в суете и собственных заботах. Мало кто знал, что в это самое время полтысячи прекрасных людей, посвятивших свою жизнь поиску, выявлению и борьбе с человеческими ошибками, собрались под одной крышей в едином порыве, стремясь овладеть новыми знаниями, поделиться опытом и тем самым поставить на новый уровень дела и саму идею тестирования программ. Конференция обрела совершенно другой масштаб. Наконец-то наступила 10-я юбилейная конференция, тестировщик, которую мы очень сильно ждали, ждали еще с предыдущей, которая была в Казани. Мероприятие такое серьезное и довольно давно проводится. Фан 10-я конференция первая – это количество народа. Мы установили рекорд. Состав SQA Days растет год от года. Среди более чем 500 участников юбилейной 10-й конференции были представители многих европейских стран. По-настоящему международная конференция стала благодаря участию специалистов из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии и России, причем не только из центральных регионов, но даже из таких далеких городов, как Иркутск и Хабаровск. Приехало много народа с разных городов, с разных стран. Постарались на славу, собрали больше людей, чем собирали раньше. Очень много народу, я не ожидал, что будет столько людей здесь. Появились новые участники, новые лица. Привезла сегодня весь департамент свой. У нас тут 10 человек. И собираются люди из разных компаний, из разных мест, из разных парадигм тестирования. Сегодня приехал с друзьями, вот, со мной много моих коллег. Народу значительно больше. Это говорит о том, что наша конференция заслужит какое-то доверие, и на нее стоит ехать так издалека. Примечательно то, что на этот раз состав конференции не ограничился только теми, кто смог присутствовать физически. Дело в том, что заявок на участие было так много, что было принято решение организовать онлайн-трансляцию на весь сочувствующий тестированию мир. Количество заявок на конференцию превысило все наши ожидания. Я сам видел, как ему звонили люди, умолялись, чтобы их сотрудников пустили на эту конференцию. Быть может, вся тысяча уже нас смотрит. Уникальной особенностью юбилейной конференции стала полная видеофиксация всех докладов и выступлений. Каждому участнику будут доступны видеоматериалы, которые позволят освежить в памяти информацию и атмосферу. Помимо этого, организаторы юбилейной конференции предприняли целый ряд смелых решений. Задумайтесь, например, как слушатели могут обсуждать информацию во время выступления докладчика и при этом никому не мешать. Как уместить в рамках конференции все выступления, продолжительность которых превышает ограниченный двумя днями временной ресурс. Как сделать каждый доклад интересным и запоминающимся, и при этом не перегрузить мозг участников. Работали с докладчиками, чтобы докладчик уже приехал на конференцию подготовленным. Поток докладов, ну, скажем так, на неделю бы хватило. В одном временном среде я всегда могу найти тот доклад, который мне будет интересен. Нам пришлось даже сделать специальную секцию стендовых докладов. Пообщаться, узнать, куда развиваться. Тестирование – это такая вещь, которую, к сожалению, нас не учат. Вообще не учат никак. И единственный способ прокачиваться по работе, грубо говоря, как поднимать свой скилл – это общение с себе подобными. Вот тогда начинается интересный разговор. Мне было интересно посмотреть, какие все-таки сюрпризы Влад подготовил. А сюрпризов для участников конференции было немало. Решив эти серьезные орг-вопросы, Влад Орликов и его команда направили свои силы на создание по-настоящему праздничной и увлекательной атмосферы мероприятия. Например, в стендовую секцию, где шли доклады, не вошедшие в основную программу, оборудовали набивными креслами, что сделало атмосферу менее формальной. Около главного зала, немного попозировав, каждый мог получить электронный шарж. Рядом с другой аудиторией веселый мим дарил улыбки и надувных животных. На конференции много разных мероприятий. Обязательно поучаствую во всех вот этих фанах, которые здесь есть, шаржист, который рисовал наших участников. Вложили кучу сил на то, чтобы вот этот весь фан сделать сегодня. Планируется забег жуков. О том, что конференция проходит весело и непринужденно, говорит даже вот этот шарик, который развешан по всей, как на свадьбе. Шаржи, массаж, интересные девушки. Вообще на конференции очень много красивых девушек. Девушки какие красивые, в конце концов, да. Шарики, красивые девушки. По моим наблюдениям, девушек больше, чем парней. Наблюдательные участники находили бумажных жучков, за которых давали подарки. А любители жанра фэнтези встречали эльфы и предлагали проверить свои тестерские навыки. А вечером праздничная шоу-программа, награждения и, долгожданные некоторыми участниками, танцы. Как ранее говорили в Казани. Это будет очень интересно, как танцуют тестировщики. Я думаю, сегодня ему это удастся увидеть. Драйв, фан, участие. Ну, дополнительный фан – это самые хорошие и красивые города. Ты живешь среди этих людей, которые просто заряжены, они увлечены этим делом. И круто, честно говоря, очень круто. Весело. Мы ожидали, что будет весело, и наши ожидания оправдались. Было что-то яркое, новое, интересное. Торжественное, праздничное, много подарков. Море впечатлений. Море впечатлений. Море впечатлений. Тестирование сегодня – это сложная, многоступенчатая работа, которая сопровождает процесс создания программного продукта от начала и до конца. Поэтому специалисты в этой сфере, собравшиеся на конференции SQA Days уже в десятый раз, не будут останавливаться на достигнутом. «Одиннадцатую конференцию мы запланировали в Киеве». «Не прекращается, что это продолжается. Более того, это даже развивается». «Надо уже нам размещаться стадионами». «Хотя бы в проходах стоять не будут. А может и будут». «Многие воспользуются этим моментом, чтобы еще на сам город посмотреть». «Очень интересно посмотреть на этот красивый город и поговорить с интересными людьми, которые, без сомнения, там будут». «Одиннадцатая конференция будет проходить в Киеве. По замыслу организаторов, она должна не только сохранить высокую планку, заданную на ювелирном мероприятии. Будет использован накопленный опыт в работе с докладчиками. По признанию организаторов, каждый доклад подвергался самой строгой проверке, а каждого докладчика, не жалея сил, готовили как на большую оперную сцену. «Мы постоянно совершенствуем процедуру отбора докладов. В этот раз я решил стать докладчиком и, в принципе, не пожалел». «Докладов очень много интересных, видны тенденции разные». «Мы будем устраивать скайп-конференции, чтобы докладчик уже непосредственно мог показать, на что он способен, как он выступает». «Очень жесткий был отбор». «Поработать больше с докладчиками, помочь им добавить каких-то специй в их доклады». «Приходить еще, я понял, сегодня надо не на доклады, а на докладчиков». «Докладчику это будет круто, я всем советую в следующей конференции подавать заявки на доклад». Теперь весь фундамент десятикратно отработанных организационных решений и установившиеся теплые отношения с многочисленными партнерами дают возможность 11-й конференции SQA Days превзойти все самые смелые ожидания. В этот раз SQA Days 11, благодаря объединению с конференцией Expert Level Testing Ukraine, пройдет при активном содействии Международной ассоциации ISTQB во главе с мистером Героном Цубери, а также целого ряда специалистов с мировым именем в области тестирования ПО. «Много задумок, много чего хочется сделать. Будет много докладчиков из Европы». «Мы пробуем новые форматы». «Будет гораздо больше докладов, это будет более качественно». «Я хочу всех пригласить на эту конференцию, мы сделаем ее как можно более ярче». «Это еще не предел, будет и 11-е, и 12-е, у нас еще огромный потенциал для роста, однако секретов я раскрывать пока не буду». «Еще одна хорошая новость в том, что накануне конференции каждый участник сможет пройти официальные курсы подготовки к экзамену ISTQB, одному из популярнейших среди европейских тестировщиков. Для желающих даже будет организован пробный бесплатный экзамен. Здесь же его будут принимать и по-настоящему. Прямо с конференции можно будет увести сертификат, подтверждающий уровень профессиональных знаний и квалификацию. Благодаря участию иностранных спикеров о конференции узнают в Западной Европе, Америке и Японии конференция становится по-настоящему интернациональной. По словам организаторов, то, что в этот раз местом проведения выбран Киев, существенно расширит состав участников и докладчиков. Это открывает перед каждым новые горизонты в развитии профессиональных связей и установлении полезных контактов. Главное, я считаю, в таких мероприятиях – это именно общение в кулуарах. Мы приезжаем на конференцию, мы друг друга знаем, мы общаемся, мы общаемся и вне конференции. Кулуарами на самом деле еще пользоваться надо уметь. От обмена визитками начинается обмен любезностями, от обмена любезностями начинаются вопросы, от вопросов начинается общение. Говоря о самих докладах, конференция, как всегда, охватит самый широкий спектр профессиональных вопросов, в том числе методики и инструменты тестирования, подготовка, обучение и управление командами тестировщиков, автоматизации, аутсорсинг, инновации и многие другие актуальные темы мира создания программных продуктов. Опыт публичных выступлений, он играет в огромный плюс. Я думаю, давай им больше докладов технических по автоматизации, потому что я знаю много людей, автоматизаторов в Киеве, в Украине, которые смогут приехать поделиться своим опытом. Ну и новый опыт самопередается, я считаю, лучше именно в неформальной обстановке. Особое внимание организаторы всегда уделяют возможности партнеров максимально ярко заявить о себе. На площадке конференции партнеры размещают рекламные баннеры и презентационные стенды, рассказывают участникам о сервисах, продуктах и услугах своей компании. У нас много партнеров в этот раз. Для компании хороший способ повысить свою видимость. Очень много всяких партнерских стендов, где можно тоже подойти и что-то поделать, поучаствовать. Они рассказывают о своих продуктах, что очень хорошо, потому что тестировщики должны знать, чем мы можем пользоваться. Без этого просто никуда. Стоит прийти уже не просто так, не только когда хочешь, а, возможно, маленький стентик поставите. Вам интересно? Подходите. Подходи. С Хьюлиф Паккардом мы уже достаточно давно дружим. Область тестирования – это одна из главных областей в компании. И эти процессы будут постоянно развиваться, ставятся, и за этим большое будущее. Микрофокус очень заинтересовалась нашей конференцией. Для нас, для Микрофокуса, это очень важно, чтобы участвовать в этой конференции, потому что она одна из самых больших в России. Она поддержала нас не только как партнер, но она также привела на конференцию порядка 30 участников. Конференция «СКейтдейс» создает питательную среду для IT-индустрии в России, в странах СНГ. На стенде компании «Иноу» присутствуют вообще сказочные персонажи. Первое – это разрушить миф о том, что спонсор – это скучно. Мы дарим людям фан. У нас есть сильный технический партнер. Они же серебряный партнер. Это компания заказной информсистемы. Теперь, когда вы знаете все об «СКейтдейс», вы просто не можете остаться в стороне от главного события в мире тестирования в Восточной Европе. Если ты – патриот своего дела, и тебе не безразлична судьба своей отрасли – тестирование программного обеспечения, вооружись аргументами, перейдя вот по этой ссылке. Здесь же скачай шаблон и распечатай служебную записку для руководства. Направляйся в кабинет своего босса и не выходи оттуда, пока тот не подпишет твою командировку на конференцию и не согласится составить тебе компанию. Начальник, пожалуйста, пожалуйста. «СКейтдейс» – точка роста твоей карьеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин